Привет! Корона, вирус до сих пор продолжает бушевать. Я не знаю, насколько числа, которые нам передаются калькуляторам паникеров, до сих пор имеют отражение в реальности, но недавнее исследование, проведенное в Германии, которое было направлено на измерение количества фактически разницы тех, кто умер в этом году, во время пандемии, и тех, кто умирал в последних четырех годах, оно показало, что у нас имеется 8 тысяч больше смертей в год пандемии. 8 тысяч. Вроде как это много. Или мало. Но если смотреть с перспективы государства, в котором живет... Сколько в Германии вообще живет? 90 миллионов или что-то такое? Мне пишут из России о том, что тоже там статистика ухудшается больше больных или инфицированных. Это уже равноценно. Что больной, что инфицированный, что не больной. Числа увеличиваются. Числа растут, числа пугают. Но я всегда удивляюсь доверию этим всем числам. И откуда они, собственно, происходят? Из России. В стране, в которой нормальной статистики, в принципе, нет. А если она есть, то я вообще не понимаю, как она рисуется. Есть, конечно же, некоторые данные, которые ближе к реальности. Но большинство данных статистических в России настолько подвержены искажениям, в том числе политическим, что доверять им нет никакого смысла. Я не говорю, что в Европе хоть на йоту лучше. Здесь также работают со статистиками, как хотят. Фактически, это наука. Когда ты берешь тысячи человек, опрашиваешь их или исследуешь у них какой-то феномен. Потом при помощи статистической программы пытаешься все транслировать на все население. Она не всегда бывает точной, потому что это всего лишь статистические выражения, статистические просчеты могут при этом возникнуть. И в конечном итоге у нас сейчас начинается зимний период, как видно, и инфекции возрастают. Это естественный прирост инфекционных заболеваний всякого разного калибра. В том числе корона. Корона уже составляла треть всех заболеваемых в предыдущие годы. То есть не COVID-19, а коронавирус семейства. И COVID не станет исключением. Серьезно, вот люди сейчас живут во время пандемии и думают, что да, это палево, это действительно опасно, это тяжелое время на носу и прочее, нам нужно смириться, как-то жить, бла-бла-бла. Но все это лишь результат нашего представления, которое серьезно было манипулировано, серьезнейшим образом запрограммировано. И здесь я не говорю о теориях заговора, о том, что нас программируют бла-бла-бла специально. Нет, то, что мы друг друга программируем, это никакая не теория заговора, это просто факт. Мы за счет предыдущего опыта, предыдущих людей каких-то строим свое мнение, за счет какой-то конкретной информации делаем тот выбор, а не иной. То есть это все действительно, елки-палки, какой огромный пёс был, да? Капец огромный. Вот, пожалуйста, теперь, если бы я только вот таких собак в округе видел, то, наверное, я бы думал, по-моему, люди сошлись с ума, это какой-то волк на поводке. Но на самом деле есть разные собаки. Так вот, если вот вы себя именно таким образом запрограммировали, то просто попробуйте простой вопрос себе задать, что было бы, если в одночасье все СМИ говорили о том, что коронавирус, именно ковид, он уже несколько лет на самом деле. И болеем мы тоже несколько лет, и умираем от него тоже несколько лет. Какое у вас было бы отношение? Типа вы жили в страхе после информации о том, что пандемия началась. Но до этого она тоже была, но вы просто о ней не знали, и жили своей жизнью нормально. И что изменилось в итоге? А изменилось то, что вы поверили. Поверили в какие-то новости. Что я предлагаю в конечном итоге делать? Сейчас у нас повышаются все вот эти статистики из калькулятора паникеров. Я предлагаю не наблюдать за ними, не наблюдать за новостями, смотреть, однако, или спрашивать даже у сослуживцев, или что, а что сегодня нового, там, нужно что-нибудь новое делать? Если они начинают что-то говорить о том, что вот, вот так-то, так-то, нет, вы сразу прерваете их и говорите, а что, нужно что-нибудь новое делать? Если да, то делайте, если нет, то нет. Здесь варианта большого выбора, большого нет. Это все равно, что какой-то политический террор происходит. Это какая-то политическая партия, которая засела на многие годы в вашей стране и продолжает свою диктатуру. В какой форме, неважно. Софт или очень жесткая форма, неважно. Но это вам не нравится. И здесь у вас есть выбор, собственно, просто говорить о том, что вам не нравится и думать об этом каждый день. Либо делать свои дела. И третий вариант еще есть, это действительно действовать. Действовать против того, что вам не нравится. Посмотрите, если этот третий вариант, такой вот он, экстремальный, он вообще не для вас, то и первый тоже будет не совсем продуктивным для вашей жизни. То есть к чему эти все мысли, эти опасения, этот страх, этот стресс психологический, который в том числе влияет на ваше здоровье, к чему это все? Просто занимайтесь теми делами, которые вы хотите. Стремитесь к тому, что вы хотите, а не думайте о том, чего вы не хотите. То есть это действительно бессмысленно. Это просто трата времени. Каждый раз, когда вам такие мысли приходят в голову, о том, что, блин, вот плохо, вот кто-то, сколько людей померло за сегодня, за вчера, за позавчера. Каждый раз просто переключайтесь на то, что вы действительно хотите в жизни. Вы же не хотите считать эти все смерти, если только это не ваша работа. Но вы, например, хотите считать шаги, или километры, ну пойдите погуляйте, прокатитесь, делайте то, что вы хотите, серьезно, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вещи, которые вы не хотите в ней, в своей жизни видеть. Окей, это было, пожалуй, все на сегодня. У нас был план поехать куда-нибудь, он обязательно осуществится. Сейчас меры, однако, ожесточаются, и кайфу куда-то ездить становится чуть меньше, но только чуть-чуть. В конечном итоге будет решать наше желание. Хотим ли мы провести классное время? И если мы этого хотим, то мы обязательно это сделаем. Никакие меры этому не помешают. Вот теперь все. Да-да.